Накануне в столице состоялась пресс-конференция, посвященная развитию массового спорта в Казахстане. Согласно данным, озвученным в ходе встречи экспертами, на сегодня в стране занимаются спортом не более 30% населения, тогда как в советское время эта цифра была практически в два раза выше. Как отметил президент, в своем послании такое положение дел недопустимо, и в стране должны создаваться все условия для занятия спортом, как массовым, так и детским. Для решения поставленной задачи при Министерстве культуры и спорта создается проектный офис. Проектный офис по трансформации проведет полный цикл преобразования спорта. От системы управления на государственном уровне до сельских округов. Взаимодействовать будет с Национальным олимпийским и паралимпийским комитетом, федерациями. Будет вырабатывать стратегические цели для страны в сфере развития детского массового спорта и спорта высших достижений. Проанализировать предложили ситуацию по вовлечению в спорт людей с ограниченными возможностями по здоровью. Причем нужен глубокий анализ в разрезе регионов, возрастов, видов нарушений и пола с обязательной отметкой по имеющейся инфраструктуре. Это поможет понять, в каком направлении двигаться в каждом отдельно взятом регионе, какой инвентарь закупать и какие виды спорта развивать для людей, имеющих ограниченные возможности по здоровью. Нужна адаптация к спортивным сооружениям. Сегодня этих сооружений адаптированы для инвалидов очень мало. Многие хвастаются, что у них адаптированы на 10%, на 30%, на 50%. На самом деле адаптация дело очень непростое и оно не столько сложное, сколько затратное. И оно просто нужно продумать хорошо. Категории инвалидности разные. Инвалиды есть по зрению, инвалиды есть по двигательному аппарату. И у каждого свои определенные нюансы. Ерлан Сулейменов внес еще одно предложение. При строительстве новых спортивных объектов учитывать техническую спецификацию на этапе разработки, чтобы они были доступными для людей, имеющих ограниченные возможности. Обсудили на пресс-конференции и тему бесплатных для родителей оплачиваемых государством спортивных секций. Именно в них специалисты видят мощный потенциал и даже кадровый резерв, который можно использовать уже в профессиональном спорте. К примеру, только в частных футбольных школах занимается более 3000 маленьких казахстанцев. Нужно признать, что толчок определенный к этому получен. И к развитию и открытию новых частных школ. И к качественному росту именно обучения в частных школах спортивных. Именно содействует этому наша программа сейчас государственная о подошвом финансировании детей, занимающихся в частных школах, секциях. По словам Александра Розенкова, по госпортзаказу механизм еще не отлажен. Но возникающие проблемы решают сообща. Государство и поставщик услуг – частная школа. Введение подушевого финансирования – один из путей, который приведет к развитию массового детского спорта, уверены эксперты. Потому что по информации, озвученной Розенковым, уже сейчас именно благодаря госпортзаказу повсеместно открываются спортивные секции. Яна Гала, РТН